Всем привет, с вами Сашка и этот видео урок о стабилизации изображения в After Effects. На этот урок меня натолкнуло вот что. Сегодня я пошел снимать кадры для мультфильма. Один из планов это закат солнца. Взял фотоаппарат, взял штатив, подкараулил это солнце и решил снимать. Видеозапись решил не делать, потому что все равно придется ускорять. И решил фотографировать. Фотографировать каждые две минуты. И вот что у меня получилось. Все замечательно, солнце ушло как надо, освещение тоже как надо. А вот все остальное ужасно. А ужасно это тряска. Я когда нажимал на кнопку фотоаппарата, хоть он и стоял на штативе, но все равно когда-то фотоаппарат трясся. Что с этим делать? Есть два пути решения. Первый это найти друга, у которого есть пульт для фотоаппарата. Вы втыкаете фотоаппарат в пульт и уже больше не трогайте фотоаппарат. Спокойно сидите, нажимаете на кнопочку и будет все окей. А второй вариант это мой видеоурок. И давайте посмотрим, что получается. А получается вот что. Слева у нас оригинальная видеозапись, а справа то, что можно сделать в After Effects. По-моему получилось замечательно. В этом уроке я рассмотрю два вида стабилизации. И давайте уже приступим к уроку. Я удалю отсюда все, что здесь было. И давайте загрузим сюда нашу видеозапись. У меня это фотографии, которые будут представлять собой видеозапись. Сделать это можно двумя способами. Через файл Import выбираете первую фотографию, Image Sequence и нажимаете открыть. Либо просто открываете папку на компьютере и перетаскиваете вашу видяшку в поле библиотеки. Хорошо. Хватаемся за этот значок и перетаскиваем на значок Great New Composition. У вас создается композиция с параметрами фотографии. И сейчас я немного отвлекусь от урока. Я модернизирую сцену так, чтобы нам было более наглядно и видный результат. Вы этого не делайте. Я захожу в композицию и я хочу увеличить ее в два раза. Плюс 100 пикселей. Ок. И сюда я хочу еще сделать такую подложку, чтобы тоже было более наглядно видно в дальнейшем. Создаю Solid. Вот такого кислотного цвета. Да, ок. Нажимаю. А перед этим нажимаем Make Home Size, чтобы слой создался под размер сцены. И его кидаю на самый низ. Можно заблокировать, чтобы его не трогать. Давайте сделаем дубликат нашей видеозаписи. Потому что оригинальная видеозапись нам понадобится для сравнения. Выбираю нашу видеозапись, нажимаю Ctrl D. У нас создается дубликат. Давайте его немного перетащим куда-нибудь в сторону. Кстати, я хочу изменить качество, чтобы у меня компьютер не тормозил. Давайте самое низкое поставлю. Сейчас это не принципиально. Итак, я расположу эту видеозапись в самом углу. Для того, чтобы видеозапись привязалась к углам сцены, я зажимаю клавишу Shift. Ок. Она сама привязалась. И блокирую этот слой, чтобы с ним ничего не случилось. Теперь этот слой. Этот слой я расположу в этом углу. И также зажму клавишу Shift, чтобы слой привязался к углам сцены. Хорошо. Теперь выбираем этот слой. Идем в Animation и Track Motion. Итак, давайте удалим вот этот трекер, который получился. Выделяем его кнопку Delete. И смотрите, у вас появилась такая панелька. Если вы не видите, потаскайте ползунок. Ну вот, у меня вот здесь есть ползунок. Наверняка у вас здесь тоже есть такой. Итак, первая часть урока как раз для тех, у кого четвертая версия After Effects. Нажимаем на вот этот значок. Stabilize Motion. И у нас появляется трекер. Мы его должны расположить на хорошем черно-белом переходе. Мне показалось, что черно-белый переход возможен вот здесь. Давайте попробуем. Смотрите. Я колесиком мышки подкатился к нему. И если я навожусь на центр, появляется вот такой значок. Мы можем двигать центр. А если у меня появляется вот такой значок у мышки, то мы можем двигать сам трекер. И просто тащим его вот так насильно через экран. Так, я промахнулся немножко назад. Отлично. Итак, смотрите. У нас есть черная область. И внутренний квадрат отвечает как раз за ту сцену, которую мы анализируем. Внешний же квадрат – это зона поиска. Если что-то случится здесь, то этот трекер вылетит, ну, явно не за пределы этой зоны. А если мы эту зону сделаем такой, то трекер все равно будет шататься. И если он шатнется больше, чем на это расстояние, то он вообще вылетит куда-нибудь очень далеко. Хорошо. Давайте сделаем такую сцену, но не очень большую. А то мы слишком дозволенность большую сделаем нашему трекеру. Хорошо, мы все настроили. Давайте проверим, что тут выбран ваш файл, над которым мы работаем. Трекер 1 – это его название. Выбран пункт «Stabilize» и стоит позиция. То есть, в данном случае я делаю трекинг по позиции. Если у вас при этом еще что-то вращалось, вы можете поставить галочку на «Rotation». И также, если у вас взад-вперед двигалось, вы можете поставить галочку на «Scale». Хорошо. У меня стоит галочка на «Position» только, и я нажимаю вот на эту кнопку. И идет анализ. Давайте посмотрим за этим трекером. Вот смотрите, он слетел. Там где-то в двух-трех кадрах. Сейчас с ним все окей. Еще он на разок слетел. Это где-то четвертый раз. Ну и похоже, все окей. Мне понравился, как он сделал этот трекинг. И давайте вручную поставим те трекеры, которые вылетели. Благо, их немного. Если их 200 штук, то, конечно, нужно взять новый трекер. Потому что вручную ставить 200. Ну просто тогда можно было вручную вообще все поставить. И так, еще где-то в конце я помню, что трекер тоже вылетал. Давайте его найдем с вами. Вот он. Хорошо. Я их вернул на место. И давайте я нажму на Apply. Выбираю XY и нажимаю ОК. Так, я нажму на Fit. И нажму значок тильда. Это такая змейка на клавиатуре. И давайте посмотрим, что у нас получилось. А получилось очень здорово. В сцене стоит. Единственная проблема, как вы видите, у нас трясутся края. И правильно трясутся, потому что у нас не хватает изображения. Фотоаппарат трясся. И изображение по краям пропадало. Как решить эту проблему? Если вы очень дорожите кадром, то вам нужен следующий метод. Если не очень, например, в моем случае у меня фотографии 5 на 3000. А проект мультфильма, который я делаю, 1280 на 720. Поэтому мне плевать, как у меня трясутся края. Все равно мне уменьшать изображение. И все равно эти края мы не заметим. А в вашем случае нужно просто чуть-чуть увеличить сцену. И когда мы ее чуть увеличим, то мы будем видеть как раз вот эту область. Часть кадра мы с вами потеряем, но зато мы не будем видеть трясущихся краев. Окей, поехали к следующему пункту, к следующему виду стабилизации. Я опять нажимаю на тильда. Давайте я возьму наш оригинальный слой и сделаю его копию. Нажму Ctrl D. И размещу ее выше. Заблокирую два предыдущих слоя, с которыми мы работали. А этот слой перетащу вниз. И так же сделаю, чтобы он был привязан к углам. Для этого я зажиму клавишу Shift. Хорошо, привязалось. И что мы сделаем с ним? А с ним мы сделаем вот что. Нажмем на Wob Stabilize. И у нас начался анализ сцены. Я остановлю видеозапись урока и вернусь, как анализ доделается. Этот процесс довольно долгий. Пока анализ идет, я не помню, говорил или нет, но чтобы не тратить наше время, скажу, что первый метод StabilizeMotion, он использовался как раз в четвертой версии After Effects. В Wob Stabilize это как раз шестая и пятая версии After Effects. Это первый момент, о котором я хотел сказать. А вот анализ у меня и доделался. Давайте отключим вот эту функцию, потому что это означает, по сути, то же самое, что мы получали здесь, только это дергание краев более сглаженное. А мы поставим, что кадр у нас не движется. И давайте посмотрим на тот результат, который у нас получается. Смотрите, у меня сейчас выделено это окно, и если я нажму тильду, то у меня отобразится это окно на весь экран. А мне нужно просмотровое окно. Поэтому я выбираю его, оно выделяется желтым цветом, я нажимаю тильду, и давайте смотреть, что получается. А получается вот что. Все круто, кадр не трясется. Еще потихоньку идет рендер. Сейчас он закончится, и мы будем все видеть. Походу все замечательно. Но не совсем. Что плохо? Смотрите, помните, я здесь говорил, что чтобы убрать вот этот эффект тряски, нужно чуть-чуть увеличить кадр. Вот программа нам это и сделала в этом кадре. Смотрите, у меня башня, ножка башни заканчивается в оригинальном кадре, там, где начинаются деревья. А тут кадр такой, что где-то вот по этой полоске башня заканчивается. То есть у нас кадр немного увеличен. Мы потеряли с вами часть кадра, но зато он не дрожит. И если вам не принципиально, как и мне в данном случае, а у меня фотография чуть ли не в три раза больше моей оригинальной сцены, то все окей. А если вам все-таки неохота терять вашу сцену, давайте перейдем к следующему пункту. Я нажимаю на тильду. И давайте я сделаю дубликат этого слоя. Выделяю его и нажимаю Ctrl D. Заблокирую предыдущий слой, чтобы с ним ничего не случилось. А этот перетащу в этот угол. Зажимаю клавишу Shift, чтобы он привязался к углу. Итак, я здесь изменю метод анализа. Смотрите, у меня выбран вот такой. А теперь я поставлю стабилизацию и синтез границ. Что это означает? Я потихоньку еще включу рендер. Смотрите, у нас кадр трясся. Но ведь когда-то он и не трясся. То есть у нас на самом деле есть все изображение. Просто когда-то оно исчезало, а когда-то оно и появлялось. Вот программа нам и синтезирует эти края. То есть возьмет предыдущие пиксели, там последующие пиксели, как-то рассчитает. И сама создаст недостающие области, которые пропали вот здесь и здесь. То есть здесь у нас все увеличено было. А тут у нас все тряслось. Окей, я остановлю запись урока и вернемся, когда процесс закончится. Итак, у меня рендер закончился. Давайте посмотрим, что получается. А получилось очень здорово. Мы видим, что у нас башня заканчивается там же, где и заканчивалась изначально. И у нас появились края. То есть мы не потеряли наш кадр. Я надеюсь, у вас все получилось и этот урок для вас был полезен. Кстати, я сейчас записываю урок по гитаре Андрей Козловский, песня Эрика. Действительно очень крутая песня. Следите за новостями, послушайте. Хорошо. До встречи в новых уроках. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok